Девушки отдыхают Не знаю как поступить И уже через секунду сзади Мне на шею накинули веревку Еще через секунду Воткнули иголку Думаю это было снотворное Я зашатался И потерял ориентацию Кажется после этого Мне связали руки за спиной И потащили куда-то Больше я ничего не помню Был запах бензина А теперь я в подвале Я не знаю где я Здесь нет окон Стены бетонные В углу навалены какие-то старые коробки Помещение маленькое Должно быть складское Круглосуточно горит свет Маленькая лампочка под потолком Потолки больше 4 метров Здесь довольно прохладно И я полагаю Я все еще нахожусь недалеко от города В углу лежит грязный матрас На котором я сплю Закрываюсь картонками В картонках нашел ручку И ей же пишу это Дважды в день Мне так кажется Потому что у меня нет возможности Заверить время И я ориентируюсь По своему состоянию В потолке Открываются клапаны И оттуда идет какой-то газ Это анестетик Когда его концентрация в воздухе Становится слишком большой Я теряю сознание Я пробовал задерживать дыхание Я пробовал дышать в матрас Но у них все рассчитано Я в любом случае теряю сознание Я просыпаюсь каждый раз В одной и той же комнате Привязанной к стулу Стул прикручен к полу Как и стол передо мной Комната тоже без окон С белыми стенами И лампами дневного света Похоже на бывший офис Лампы неприятно режут глаза После пробуждения Видимо побочный эффект Еще газа Каждый раз передо мной Стоит тарелка каши Это овсянка Хорошо сваренная Не до слизи С кусочками вареного фарша Так готовят кашу для котов Передо мной лежит ложка И стоит стакан воды И я должен это съесть и выпить За мной стоят они Я ни разу не видел их лиц Они всегда одеты в костюмы кукол Странных кукол Похожих на фигурки Которые рисуют в качестве Сопроводительных картинок В пособиях и детских справочниках У них большие головы Улыбающиеся лица Большие надутые белые руки Как у Микки Мауса Если я съедаю кашу и выпиваю воду Человек в костюме куклы Подходит и гладит меня по голове Иногда они гладят меня Во время того, как я ем Если я отказываюсь Есть кашу и выпиваю только воду Куклы недовольны Они подходят и пинают стол Они никогда ничего не говорят Но я понимаю, что они недовольны Я боюсь за то, что со мной могут сделать К тому же я голоден Обычно я съедаю кашу У нее странный вкус Но у меня нет выбора Примерно 10 сентября 2015 Я отказался есть кашу Я сказал, что не съем ни ложки Пока мне не скажут, где я И чего от меня хотят Я сказал, что заплачу любые деньги Что у меня хороший счет в банке Счет в евро Там больше 10 тысяч Я сказал, что если этого недостаточно Пусть они назовут нужную сумму Я достану ее Может быть, они держат меня на органы Но я уже не так молод и не здоров У меня проблемы с желчью И моя печень вряд ли обрадует донора Как и любой из моих органов Они хотят шантажировать кого-то с моей помощью Да я работаю менеджером по региональным продажам Занимаюсь шинами Наверняка есть недовольные моей деятельностью Но я никогда не делал ничего, чем мог бы нажить врагов Да какого черта им нужно? Пусть скажут Примерно 15 сентября 2015 Я повторяю это уже несколько дней Каждый раз куклы молчат Я отказывался есть пять раз На шестой не выдержал Боль в желудке стала слишком сильной Каша показалась очень вкусной Я не понимаю, что это за странная игра И чего от меня хотят Когда я ел, куклы снова подошли И заботливо гладили меня Больные ублюдки В этом, что ли, заключается их игра Над ними что, издевались в детском саду И они теперь реализуют Свои больные фантазии с кашей? Сентябрь или начало октября 2015 Я не знаю, что делать Прошло уже больше недели Сколько мне еще быть здесь И что со мной хотят сделать? Я не знаю Страха не осталось Осталось только отвращение К этим больным ублюдкам Которые так развлекаются Последние несколько раз Каша была без мяса Но добавили немного сахара Стала даже вкуснее Вода без изменений В граненом прозрачном стакане Пить стараюсь всегда Пить хочется Я просил еще Но они всегда дают только один стакан И так же молча его уносят Октябрь 2015 Я проснулся без левой руки Мне ампутировали руку У меня больше нет руки Что с моей рукой? Где моя рука? Я пытался заснуть снова Я думал, это кошмар Это ведь не может быть правды Но это правда У меня больше нет руки Я орал на них за столом Я пытался обернуться Как мог На стуле, к которому был привязан Я швырнул тарелку В одну из этих тварей В костюмах И стакан тоже Они даже не шелохнулись Больные, больные твари Я ненавижу Октябрь Приблизительно конец месяца 2015-го Меня продолжают выводить два раза в день Я уже давно не знаю, какое сейчас время суток Да и мне уже без разницы Я просыпаюсь Привязанный к стулу Пью воду Съедаю кашу И я не вижу выхода Я даже не могу устроить побег Потому что в моменты, когда меня транспортируют из одного помещения в другое Я всегда нахожусь без сознания Воткнуть себе ручку В адамово яблоко Я все еще не пытаюсь Не решаюсь Я хочу жить Ведь однажды этот ад закончится Моя жена, мои родственники Они ведь наверняка давно меня ищут А полиция Они обследуют заброшенные объекты в округе Не может же это длиться бесконечно Наверняка я не первый, кто бесследно таким образом исчез И однажды на этих тварей выйдут И я надеюсь, что это произойдет как можно скорее Когда я ел, моя ложка уткнулась во что-то твердое Это был человеческий ноготь Меня вырвало Господи, я надеюсь, это шутка Они наверняка просто подложили этот ноготь Чтобы посмотреть на мою реакцию Не совсем же они конченные Вероятно, ноябрь 2015 Больше не могу есть эту кашу Даже если это была шутка Кажется, меня поняли И теперь каша снова без мяса Я проснулся Меня не было ноги до колена Я плакал Господи, почему? Я начал молиться Я почти не помню ни одной молитвы Только начальные слова Но сейчас я бы отдал все Лишь бы иметь в этой комнате Библию В каше появился фарш Его было особенно много И теперь я все понял Меня скармливают самому себе Вот в чем их идея Вот чего они хотят Они хотят посмотреть Как я жру самого себя Я понял Боже Боже, помоги мне Спаси из этой тьмы Пожалуйста, помогите Если от меня еще что-то останется К моменту, когда вы найдете Эту запись, пожалуйста, помогите Я напишу здесь свое имя и адрес Пожалуйста, передайте моей жене Что она была самым прекрасным светом Всей моей жизни И здесь, в подвале Я думал о ней Передайте моей маме С папой Что я люблю их больше всего на свете И надеюсь, мы однажды встретимся там В другом лучшем мире С Саньку пусть скажут Что он может забрать мой скутер Если хочет Я не знал, как я люблю жить Пока не оказался здесь Спасибо, что вы были в моей жизни Прощайте Спасибо, что вы были в моей жизни Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»